Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 города, это Кристо КМР, по-моему, от Белграда, там, ну, допустим, ну, человек 12-15 хорошо играющий, причем, ну, играющий технически на моем уровне, да, и вот, когда они вот этому учатся с детства, как другие подтягиваются быстро, вы можете себе представить, да, то есть, когда рядом с тобой так играют ребята, ты более-менее посмотришь, подтягиваешься, под них, а когда вот один человек, у нас, допустим, училище, сейчас уже нет даже играющих, хорошо, вот, хотя бы на более-менее в личном уровне играющих ребят, то кажется, что вот, уже кто-то достиг потолка, кто-то у нас уже совершенный в училище, вот, ну, это до тех пор, пока я не знаю, как взят, очередной. Там есть до кого подтягиваться, и я же говорю, что у них художницы задачи в последней очереди стоят, в первую очередь это вот накопление качества артикуляции, чтобы это было всего нотку в нотку. Я разговаривал с Мозговенко Иваном Пантелеевичем, это ведущий профессор планета у нас в России, практически во всех оркестрах, лучших оркестрах в России, его ученики. Ну, я бендус концентрировал на отризы в Москве, естественно. Выдающийся человек, играл с министром в ансамбле. И вот он мне рассказывает, что он поехал в Англию, там школа невероятного качества планета, высочайшая, наверное, лучшая в мире, школа планета в Англии. И он пришел на уроки. Вы знаете, за год они проходят 125 этюдов, каждый студент. За год 125 этюдов. Я говорю, а как вы должны на музыке работать? А он говорит, я у них спросил об этом. А это уже от Бога. То есть ты должен быть техническим совершением и готов для любой музыкальной фактуры. Ты же не готовишь себя как исполнитель сольной на планете. Это обычно игра в антисты. Значит, надо быстро читать с листа любую фактуру. Эти 125 этюдов, они умещают в себе все эти виды фактуры. Смотрите, 5 лет образования, вы можете на 125, да? Вот и получается, какой уровень и качество игры. А у нас техническая, она практически отстает. Практически. Через 13 лет. Так вот такие нюансы про сербов. И они, эти все впечатления мои от встречи с ними, от занятий с ними. Когда студент играет в левой, значит, чем я в правой. Встречем я в правой. На таком же качестве. Я стал приглядываться, как это все происходит. Приехал домой и переследил себя на этюды. На этюды Габы без образа. То есть, чтобы я контролировал. Чтобы каждый пальчик... Не хочу играть, потому что... Не хочу даже пробовать. Слава разу играть. Поехали. Что мы? Комнинор. Сюрита Тебарьяна. Недавно играл концерт пополам с директором училища города Кирова. Пополам. То есть, с первого отделения он играл в Сюриту. Он играет этюды Листа. Экспромты Шуберта. Смотрите, Листа. Провод в домах. На баяне. Ну вот автосонаты. Времена года Чайкоства. Качество. Что это просто вообще? Я тут покорю вам. Владимир Григорьевич Боев. Ну, Владимир из лучших исполнителей на сегодняшний день для меня. Тот, которому я хотел учиться. Как и на него. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Самое главное чтобы было качественное Снятие и взятие Это значит показатель Честно говоря если бы я 準備ал первуюidовал DimaTorzok Во всем концерте Эту DimaTorzok Я целуюую На второй бы ялку ушел Потому что мне бы всё дальше было ясно Если ты позволяешь себе такие вещи То чтобы и дальше не можешь Будьте Monteinen тебе нечего сказать я не могу сквозь грязь услышать твою мысль мне это мешает а грязь его столько, да, не качество, а это ей грязь теперь может быть я предложил бы вообще все, да, она традиционно конечно исполняется на баяне это фиеса на баяном регистре, но честно говоря сейчас уже в другом одно из инструмента, более обестровое, я не уверен что всегда это помогает музыку прошлого века инструментовать по-новому не всегда эти добавления наши, вот эти вот обестровости, всякие вагоны, планеты, органы не стирают ли они того невинного качества, того, того образа который тогда был сформирован, социализма того, не стирает ли они не слишком ли современивают и все же я попробовал собрать саму ее тему на а почему ты не дал мне ритм? я его почувствовал только с этим вот так, почему не было ритм? потому что совсем далеко это было в первой руке, ты об этом не снимал то есть это наши проблемы, что мы не поняли ритм, да? понимаете, что ты делаешь по стартовичной, на полкарте снимаю то есть это твои проблемы, это проблемы текстов вот теперь ясно, неясно игра на пиано это активизация всего что только может быть физически пиано это расслабление вот играют 90 процентов студентов пиано диминуэндо это расслабление крещендо форте это активизация наоборот пиано есть активизация всего что только может быть пиано это разговор шоп когда вы говорите шоп вы же все не делаете у вас не как двигать, а двигается язык как же жест язык ведь так же а можно говорить громко и ничего видите кто расслаблено кто спокойно и все меня слышат сзади а если я так буду понимаете, да? вот и вся физика поэтому только лишь я играю диминуэндо или только лишь я играю пиано у меня сразу в душе формы у меня сразу идет работа всех механизмов моих все ресурсы я включаю чтобы добиться качества артикуляции просмотрите мою запись концерта вы услышите что творится на пиано мне на пиано проживаю я минуту за пять одна минута у меня идет как пять минут прожитое или десять я вкладываю столько чувств столько сил столько у меня работает механизм вот этих физических пиано чтобы вам было все понятно чтобы все было расчленено чтобы все было активизировано поэтому наоборот все наоборот возьмите это за правило и ваша жизнь изменится вы не сможете оставить равнодушным никому в зале буду слушать вас всегда потому что у вас пиано будет ассоциироваться не с тем с чем приходит слушатель в зал все будут ждать расслабления а вы не сможете непредсказуемыми и эта непредсказуемость даст вам больше шансов чем любому другому слушатель исполнительному и так только пиано второй так сразу как будто целое место играет внимание больше реакция точнее а где ну написано здесь а где ну написано здесь а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Теперь два голоса изубтитров изубтитров То есть тему вы он так услышите Но у вас будет ощущение оркестровости от исполнения, потому что исполнитель подчеркивает еще что-то, кроме темы. Тема выгодная, видимо, она вверху, все в порядке. В ней больше мелких нот. Чем больше мелких нот, тем более активная физически эта тема. Чем толще нота, долгая, она прессивная. Ну что в ней активного? Поэтому она и так будет менее слышная, эта тема внизу. Верхняя тема будет слышна всегда, в ней больше активных нот. Понял, да? Сложнее, наоборот, когда в нижнем голосе идет подголосок, как у Чайковского, он более активный. Понял я, да? И так только появилась тема подголоском, сразу пари, как на декаплане. Сразу слушай нижний голос. Так, и вот здесь я бы эту часть перешел бы на орган. Да, вот эти на вторую. Попробую. Да, орган дает такую нежную яркость, радость, что ли, звуком. Звук органа на самом деле не мощный. Пищалка и нижний звук пустой внутри, как труба пустая. Он не очень мощный звук, но он яркую краску дает на меце-пиано, на меце-форте. Не на форте, на меце-форте, на пиано. Очень красиво, орган. И он дает яркость на такую вот страну, чувственную. Радость дает. Потом там можно остаться на баянской колотере где-то и играл дальше. Там все хорошо. Постепенно успокаиваясь. Это понятно. Но ты за полстраницей успел разрушить все, что накопил до этого. То есть твое замедление было сопровождаемо разрушением ритма. То есть ритм. Та-та-та. Тика-та-та-та. Тика-та-та-та. Тика-та-та-та-та. Пожалуйста, можешь скомбинаться там. Прямо здесь взять. Тика-та-та-та-та. Отсюда можно шить тикар. Ну тогда, на котором граво. Давай. Давай. Что происходит? Ничего. То есть сетки нет ритмической. Но я шел по тем же эстопам. Я тоже на эти же грабли наступал. Думал, что все, что я делаю музыкально, должно быть поле-то там, в зале. Да ничего там не понятно. Чтобы играть ритмично, надо мелко выслеть. Если вы замедляете, переходите на более мелкие длительности. Если вы играли, да-га-га-га-га-г women, да-га-га-га, да-га-га-га-га-гу, да-га-га-га-га-га-га-га , так-а-га-га-га, да-га-га-га-га, Будьте ритмичны абсолютно! Переходите на мелкие длинные. Дробите здесь! И будете играть ритмично. Поехали, оттуда же. Субтитры создавал DimaTorzok